Всем привет! С вами Ирина и канал MyDIY Life и это садовый влог. Весь последний месяц у нас было очень холодно, постоянно лили дожди и даже настоящие тропические ливни, но вот уже наверное неделю как у нас установилась теплая погода, поэтому мы решили поставить бассейн. Мне кажется в прошлом году я не показывала вам процесс его установки, поэтому в этот раз мы решили заснять его поподробнее и я надеюсь что это окажется кому-то полезным при выборе бассейна к себе в сад. Сначала ставим фильтр. Тот что идет в комплекте к бассейну или рекомендуется производителем обычно очень дохлый, поэтому мы сразу купили хороший песчаный фильтр. Это вот такая огромная бочка со 100 килограммами песка, так что самая большая сложность в установке это вкрячить эту самую бочку на ее законное место. В бочку насыпают специальный кварцевый песок, он продается в мешках. Обычно в начале сезона приходится немножко досыпать. Песок служит несколько сезонов, мы свой пока не меняли. Чаша бассейна зимует в сарае, свернутый в рулончик. Рулончик получается весьма увесистый. Отмываем бочку фильтра и подстилку для бассейна. Бочка зимует у нас лежа на земле и поэтому помыть ее просто необходимо. Установка такого надувного бассейна очень простая. Расстилаем полотно. У нас бассейн овальный 3 на 5 метров и по бокам у него есть металлические распорки или подпорки, которые держат борта. Круглые, насколько я знаю, идут без подпорок, так что там все еще проще. Я участвовала несколько раз в сборке каркасного бассейна у подруги и могу сказать, что с каркасником возни намного больше. Нужно много народа, чтобы держать борта, пока их фиксируют. Куча телодвижений при сборке. Ну а надувной, как видите, вполне реально за довольно короткое время поставить в одиночку. Вкручиваем фитинги для шлангов. Они идут в комплекте к бассейну. Надеваем фильтр на бочку. Все шланги фиксируются металлическими хомутами, которые затягиваются шуруповертом или отверткой. Эти шланги идут в комплекте к бассейну, но опять же мы докупали их дополнительно, более длинные, чтобы дотянулись до места установки фильтра. Потому что ровно в том месте, где должен стоять фильтр, по задумке производителя, у нас растет туя. А при планировании места под бассейн, мы об этом не подумали. Наконец, надуваем верхнее кольцо бассейна и расправляем все складочки на дне. И, как говорится, просто добавь воды. Бассейн готов к приему пловцов. Безусловно, любой бассейн, если он, конечно, не вкопан вровень с землей, это не самая декоративная штука в саду. Особенно, если сад маленький. У нас сад 10 соток и, в общем-то, это такое большое синее пятно на самом виду. И я очень хотела его как-то немножко задекорировать. Мы даже думали сделать какой-то декоративный заборчик, но пока не собрались. И пока я вот вокруг бассейна ращу вот такую живую изгородь из спиреи. У меня здесь спирея японская Little Princess. Честно говоря, она немножко низковата для этих целей. У нас бассейн около метра высотой. Она пока закрывает его только наполовину, но даже так смотрится уже намного симпатичнее, чем когда бассейн стоит полностью на ровной поверхности. Конечно, я думаю, очень многих интересует вопрос, как там розы и вообще про розы. Начну я, наверное, с грустного, с потери. У меня все-таки умер мой новый штамп Боскобель, который я вам показывала уже пару раз весной. Он был весь почерневший основание. И сначала вот у него пошли пара веточек, все-таки распустились листочки, но в итоге, как видите, и они засохли. Так что как ни печально, но с ним, видимо, мне придется расставаться. Буду его выкапывать. Возможно, на его место посажу какую-то кустовую розу, ну, либо вообще что-то другое, потому что вообще на одно и то же место не советую розы сажать подряд. Хотя, честно говоря, я это правило не всегда соблюдаю. И вторая моя потеря, вот эта роза, она у меня довольно давно здесь растет. У меня здесь, как выяснилось, очень сырое место. Как я сказала, у нас лили дожди постоянно. И вот здесь вот просто стояла вода. Не знаю, видно ли на камеру, здесь прямо вот уже мох вырос. В общем, здесь вот прямо постоянно была лужа во время всех дождей. И, видимо, это вызвало замокание корневой системы у вот этой розы. Вот, как видите, одна ветка вянет, на второй листья хлорозные. Не знаю, получится ли ее выходить, но выглядит, конечно, не очень приятно. Очень хочется надеяться, что мне удастся ее спасти. Почему я думаю, что это связано именно с замоканием? У меня тут рядышком растет еще пион. Сейчас покажу поближе на съемке. У него завяло несколько бутонов и выглядит тоже очень похоже на замокание корневой системы. Вот так выглядят бутоны у этого пиона. Практически все выглядят именно так. Вот где-то немножко не доходя бутона, веточка пересыхает. Есть вот такой полностью усохший побег. Ну и вообще все бутоны на этом кусте. Выглядит вот так вот малоприятно. Правда, этот куст я пересаживала в прошлом году. Пионы пересадку не любят. Первый год после нее болеют. Поэтому, может быть, не все усыхание связано именно с замоканием. Но вот это вот выглядит очень неприятно. Остается надеяться, что такие ливни больше нас не посетят и постепенно все наладится. Не считая тех неприятностей, которые я вам показала, розы выглядят очень хорошо уже. Все в очень крупных бутонах. Я думаю, что совсем скоро зацветут и я смогу вам их отснять и показать. Но пока хочу показать вам один сюрприз, который я нашла у себя в саду буквально пару дней назад. Вот этот клематис. Судя по виду, это сорт виль де леон. Я вообще не помню, когда я его сюда сажала. И он у меня тут рос сам собой, как трава подзаборная. Я его не накрывала, не ухаживала. Он где-то тут вот под розами плелся потихонечку. И, поскольку зима была мягкая, в этом году хорошо перезимовал и неожиданно зацвел вот такой красавец. Заслуженно популярный сорт, хотя и очень неприхотливый. Ничего ему не нужно, как видите. Но даже вот в таких непростых условиях прекрасно себя может чувствовать и радовать цветами. И, кстати, поскольку он зацвел, видимо, на прошлогодних побегах, некоторые цветочки даже полумахровые оказались. Еще одна печаль нынешнего сезона это декоративные луки. Я думаю, вы помните их с прошлого сезона. Я их снимала очень много, но в этом году они выглядят очень бедными, мелкими и низенькими. Я не знаю, с чем это связано. То ли с холодами, то ли с сыростью. Но вот, как видите, шапочки раза в два меньше, чем обычно. Причем вот это не пересаженные луки. Ну, а те, которые я пересаживала, в прошлом году они выглядят еще печальнее. В общем, в этом году боюсь, что всей красотой декоративных луков мне насладиться не удастся. На розах мне очень нравится использовать жидкие подкормки. По моим наблюдениям, все-таки именно жидкие подкормки лучше всего действуют на розы. Они как-то быстрее реагируют, быстрее идут в рост. Но поскольку, как я уже сказала, у нас постоянно лили дожди последний месяц, у нас очень сыро в саду, кое-где в местах пониже вода прямо хлюпает и земля абсолютно раскисшая. Поэтому, конечно, жидкими подкормками розы кормить опасаюсь в таких условиях. Поэтому сейчас в основном делаю внекорневые подкормки по листьям. Как и многие, я часто совмещаю несколько препаратов при опрыскивании. В этот раз, помимо растворимого удобрения, я решила добавить хилат железа, так как на нескольких розах нашла признаки хлороза. Вероятно, в связи с большим количеством дождей железо вымывается из почвы. А также добавила фитоверм. Это один из немногих препаратов от вредителей, которые я иногда использую, так как он наименее опасен из того, что мне попадалось в продаже. Он биологического происхождения и указано, что умеренно опасен для пчел. Использую его, так как в этом году много розанной цикадки. Она может сильно ослаблять розы, если расплодиться. Кормить стараюсь строго по учебнику вечером в безветренную погоду, если, конечно, не пойдет дождь, для того, чтобы яркое солнце не обжигало листья, на которые попала подкормка. Мне кажется, еще в самом начале сезона я вам обещала отснять, как я буду делать так называемую альпийскую горку, горку для пряных травок. Вот только сейчас дошли у меня до нее руки. И, наконец-то, хочу показать, я надеюсь, хотя бы начало того, как мы будем делать альпийскую горку. Первым делом застилаем газон какой-нибудь пленкой или старым лутрасилом, чтобы не испортить травку. Здесь у меня, как видите, довольно внушительная куча глины. Я свозила ее сюда прошлым летом, когда сажала розы в новый цветник, и всю неплодородную почву при выкопке ям везла сюда. Для альпийских и средиземноморских растений, вроде розмарина, нужна рыхлая, бедная питательными веществами почва. Буду смешивать ее из земли, глины и песка. Снимаю всю эту гору глины, а также вынимаю почву примерно на полтора штыка лопат. Да-да, чтобы сделать горку, придется сначала выкопать ямку. Такой вот парадокс. Все дело в том, что у меня очень плотные глинистые почвы, а на горке нужен хороший дренаж. Под него я и выбираю землю. Очень быстро выяснилось, что с размерами пленки я сильно погорячилась, и нужен кусок гораздо больше. Я изображала мини-экскаватор, пока не получилась достаточно большая яма. Ммм, может прудик замутить? Ах нет, мы же горку строим. Итак, дренаж. Первый слой – куски битого кирпича. Поверх кирпича слой гравия. Теперь можно не бояться, что вода будет застаиваться у основания горки. Дальше готовим почвенную смесь для посадки. Я смешивала очень на глазок, чтобы почва стала рыхлая и бедной. Пара лопат земли, пара лопат глины и лопата песка. По мере готовности смесь мы перегружали в тачку и высыпали поверх дренажного слоя. Два мини-экскаватора в действии. Разумеется, землю необходимо было уплотнить, чтобы не ждать еще поллета, пока все это само осядет. И поэтому по мере подсыпания земли я проливала будущую горку водой, проще говоря, разводила болото. Как будто и так мало сырости на участке. После того, как всю подготовленную таким образом землю мы высыпали на законное место, я еще раз все хорошенько пролила и в таком виде оставим горку на недельку-другую для окончательного проседания. В будущих выпусках обязательно отсниму продолжение, как мы будем укладывать камни, сажать растения. В общем, впереди самое интересное. Ну что же, я как обычно надеюсь, что сегодняшнее видео было для вас интересным и полезным. Жду ваши вопросы и замечания в комментариях. Ну а на сегодня все. Всем пока!